И мы начинаем. Ну и начинаем мы с тревожных новостей, которые сегодня приходили из города Дзержинск, что под Нижним Новгородом, около полудня, город сотрясли три мощных взрыва. И прямо сейчас я хочу спросить у Анны Янкиной, которая следит за главными событиями дня, вот какая сейчас обстановка в городе и что уже известно к этой минуте о причинах чрезвычайного действительно происшествия. Вадим, ну паники в городе нет, но напряжение, думаю, будет висеть в воздухе еще пару дней. И все-таки взрыв был очень мощный. В десятках домов выбиты окна и двери. Пострадавших по последним данным 79 человек, чуть меньше половины сотрудники предприятия, остальные жители близлежащих к заводу домов. Среди госпитализированных один человек в крайне тяжелом состоянии. На производственном объединении перестал, произошла несказная ситуация. Угрозы заселения нет. Просьба соблюдать спокойствие. Вот такое оповещение звучало по всему городу до самого вечера. Людей просили по возможности держаться вдали от завода. Опасность повторных взрывов сохранялась долгое время. Наш коллега Андрей Шаймен буквально с первых минут работал на месте событий и собрал всю последнюю информацию. Ударной волной в Дзержинске в некоторых домах выбило оконные пластиковые рамы, а кое-где и двери. Вот посмотрите, прочное стекло, а все в трещинах. Входную секцию здесь просто вырвало. Все случилось в разгар выходного дня. В цехе по производству тротила ГОСНИИ «Кристалл». Оказывается, и по выходным на предприятиях работают со взрывчаткой. Как утверждают очевидцы, взрывов было несколько. Офигеть! Взорвалось что-то. Следственный комитет уже выясняет, кто именно нарушил технику безопасности на заводе. Почти у всех пострадавших черепно-мозговые травмы и рваные раны. Информации о погибших нет. От тротилового производства до города по прямой около 4 километров. Кроме выбитых стекол, есть еще и выбитые стены. В одном из торговых центров теперь зияет дыра внушительных размеров. Очень, очень сильно. Было очень страшно. Мы даже попрыгнули. Земля тряслась. Образцы воздуха в городе Дзержинск уже исследовали специалисты Роспотребнадзора. Никакого химического заражения не зафиксировано. В 11.50 мы получили информацию о том, что на территории завода «Кристалл» произошел взрыв, в результате чего произошло обрушение одного из цехов, в результате чего возник пожар. Все экстренные службы сейчас продолжают работать на месте. Последствия ликвидируют 458 человек личного состава МЧС и более 50 единиц спецтехники. На предприятии идут восстановительные работы, а в городе сейчас оценивают ущерб. Андрей Шамин, Александр Стефанюк, Евгений Анисимов, НТВ, Нижегородская область. И вот еще новости из Дзержинска, которые сейчас приходят на ленты информагентств. Пожар ликвидирован. Электроснабжение, нарушенное взрывами, будет восстановлено до конца дня. Власти Дзержинска обещают помочь с восстановлением квартир пострадавших от взрыва. Ну что, Жаня, когда появится свежая информация о ЧП в Дзержинске, обязательно возвращайся в эфир. Ну а мы продолжаем. Напоминаю, вы смотрите центральное телевидение, первое информационное шоу «Московское время». 19 часов 3 минуты и 57 секунд. И вот о чем сегодня мы еще вам расскажем. В шаге от дефолта. Зачем украинский олигарх шантажирует западных кредиторов? И что может случиться, если Киев действительно откажется платить по счетам? Сербы возводят баррикады. Президент Сербии Вучич приводит вооруженные силы страны в полную боевую готовность. Как и почему Балканы оказались на пороге новой войны? Второе. Пришествие Саакашвили. Только теперь эта история уже даже не фарс, а фарш, который, оказывается, можно провернуть назад. Вред рыбы уже превышает ее пользу? Почему старые рецепты вкусной и здоровой пищи сегодня могут быть попросту опасны для жизни? И какую рыбу еще можно есть без опаски? Расскажем. Ну вот, согласитесь, трудно представить выходя... Да, трудно представить российский эфир без новостей про Украину. Причем, обратите внимание, сначала журналисты МТВ честно рассказывали, что творится в Держинске. А потом, видно, была дана команда сверху эти разговоры прекратить. А там было несколько взрывов. Несколько взрывов на этом самом заводе. Об этом мы еще поговорим. И вот сейчас, сегодня, на этой неделе пришла новость о том, что Роскомнадзор блокирует сообщения в сети именно о том, что на заводе в Держинске, на заводе «Кристалл» было несколько взрывов. И это, при том, что даже журналисты федерального НТВ говорили о том, что несколько взрывов на этом самом заводе. Но власть приказала молчать. И именно поэтому я влез в программу «Центральное телевидение». Украинский пранкер Евгений Вальдов на канале Денис Кривошеф. Именно поэтому вы сейчас видите синий экран, а не Вадима Токменева, рассуждающего про Украину. И вообще, Вадим, где твой... Токменев, где твой ток? Где твой разговор про российские проблемы? Где твой модерн токинг? Всё, можешь и можешь только про Украину болтать и о том, какая опасная рыба. Хотя, может быть, какие-то продукты действительно опасны, но от того, что он в своей передаче говорит, что эти определенные продукты опасны совместно с коллегами из программы «Нашпотребнадзор», от этого опасные продукты не перестанут поступать на наши прилавки. Вот такое вот сегодня вступление. И ещё вступление хочу к вам, дорогие россияне, обратиться. Не я, а Зеленский хочет к вам обратиться. В следствии усиленных обстрелов позиций ОС, ну или ВСУ, на Донбассе погибли три военнослужащих и ещё трое были органины. Я сочувствуюсь теме погибшим и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Хочу обратиться к руководству Российской Федерации и командованию её оккупационных вооружённых сил на Донбассе и пригожинских таёмников. Обострение конфликта – не лучший фон для возобновения переговоров в Минске. Нам не нужно лишний раз напоминать о возможности эскалации вашей агрессии, россияне. Сегодня мы, ну в смысле Зеленский, обсудят с европейскими коллегами её открытую демонстрацию, демонстрацию силы, демонстрацию войны со стороны России на Украине. А украинская делегация в Минске напомнит о недопустимости и попытках диалога с нами с позиций силы, вражды и войны. Слава Украине! Сегодня в программе такого наступления. В целом начал по-новому измерять рейтинги политиков. Вы знаете, каков же сейчас рейтинг Владимира Путина де-факто и де-юра. А это разные вещи, как выяснилось. В Татарстане не стали штрафовать активиста, за оскорбляющий Путина плакат. Почему татарский суд пошёл против высшей власти Российской Федерации и не стал штрафовать Горожарина за оскорб... Ну, в смысле, гражданина Татарстана, ну как бы... В общем, выход из Татарстана за оскорбительный плакат против Путина. Власти рассказали о последствиях взрывов в Дзержинске. Что там творится на самом деле. Ну, с позиции власти и с позиции, так сказать, горожан. ФСБ потребовало ключи шифрования переписки пользователей у Яндекса. Все те, кто пользуются Яндексом, и я в том числе, наверняка думали, что ФСБ следит за Яндексом. Ну, там, за различными его продуктами. Оказалось, пока нет. Но хочет. Команда Зеленского готовит стратегию возвращения Крыма в состав Украины. Наконец-то! Наконец-то! С рейтинга начнем. В целом начал по-новому измерять рейтинги политиков. И в результате рейтинг Владимира Путина сразу резко вырос. Никогда такого не было. И вот опять. В целом, дополнил методику оценки доверия политиков так называемым закрытым вопросом. Кто идет за Клинским? Ну, это я шучу. На самом же деле, на сайте ВЦИОМа появился новый, в ЦИОМ, Всероссийский центр изучения мнения, появился новый раздел, который называется доверие политикам. Которым респондентов, ну, людей, которых опрашивают, предлагается ответить на вопрос. Кто кому Рабинович? Это я опять шучу. Но в смысле, кто самый, а кто тьфу на постном масле? В отличие от старой методики, где просто спрашивалось, кто альфа-самец без вариантов ответов. По новой методике предлагают варианты ответов на вопрос. Кому вы доверяете больше всех из российской политики? Идут варианты. Владимир Путин, Жириновский, Зюганов, Миронов и т.д. и т.п. Правда, нет в этой новой методике ВЦИОМа варианта «Не доверяй никому» или «Доверяй, но проверяй». Нет новой методики вариантов ответа на вопрос, кому вы больше доверяете из политиков вариантов таких нет, как Алексей Навальный, Дмитрий Гудков и даже, что страна, Сергей Собянин. Путин, а точнее его доверие как бы граждан, как бы конкурирует с теми, кто особо в электоральном смысле не навязывает борьбу Путину. Словом, в рейтингах, как и в жизни. Любопытно, что при всех изъянах ВЦИОМа сначала реально ВЦИОМ дал реальные данные про рейтинг популярности Владимира Путина, который составлял лишь 30%. Вот он, ну тут 31, неважно. Но потом эти данные старой методики посмотрел Дмитрий Сергеевич Песков, и у директора ВЦИОМа, что называется, задница подгорела. И он решил подрисовать, а по-другому и не скажешь, еще 40% к реальному рейтингу Владимира Путина. И стал таким образом 72,3%. Неужели герд-директор ВЦИОМа и правда думает, что люди вокруг все тупые и гейский рейтинг у Путина не из-за бездарной грабительской политики и бездарей в правительстве, которых он покрывает, а из-за того, что видите, россияне запутались с ответом, кому они доверяют больше всех. Конечно же, не в этом дело. Герд-директор ВЦИОМа тот еще лышец. Недаром он вел программу не так давно на первом канале «Воскреское время». Герд-директора зовут Валерий Фадеев. Валерий Фадеев прекрасно знает, что только 40% от рейтинга Путина состоит из людей, которые, так сказать, доверяют Путину ситуативно. То есть, перепихивают себе ответственность до президента. И из-за этого как раз выходит новый рейтинг доверия под 72%. Зачем же эти данные понадобились Кремлю? Ответ для мобилизации тех немногих и убогих, кто смотрит зомбирующее телевидение про Украину. По принципу «ты за Путина и я за Путина». Но если ты не за Путина, то сиди в камере и дальше. Мобилизация для чего? Пока большой вопрос. Но у меня нет сомнения, что рейтинг Путина в 31% в ЦИОМ при открытом вопросе гораздо более объективен и честен, чем рейтинг в 74% по новым данным ЦИОМа при закрытом голосовании. Потому что респонденту проще психологически отвечать на открытый вопрос, чем на закрытый. Когда только «да» или «нет». Когда ты только выбираешь из нескольких вариантов, а не думаешь головой сам. В целом, это всероссийский центр впаривания вранья. Не больше, не меньше. Но я рад, что хотя бы изначально считали честно. А потом, когда увидели в администрации президента, тут же уже звонок Валерию Фадееву, и уже рейтинг 72%. Все мы прекрасно понимаем, да? Ну и рейтинг одобрения Путина в 30%, именно самый честный рейтинг, когда это вот как раз в левом углу, 30%, это наша с вами заслуга. Те, кто смотрит мой канал, те, кто подписывается на мой канал, и те, кто вышел из-под зомбоящика, а дальше, хоть трава не расти, хоть пусть рейтинг будет 100%. От революции это не спасает. Это лишь показывает уровень войны чиновников России, который равен обновленному рейтингу одобрения Путина со стороны ФЦИОМа в 72,3%. То есть, вот это реальный рейтинг Путина, а вот это, хоть это тоже называется рейтинг Путина по новой методике, это рейтинг уровня вранья со стороны чиновников России. То есть, уровень вранья со стороны чиновников России любого, абсолютно любого ранга равен 72,3%. Вот так вот. Новость, которую я поначалу пропустил, а потом начал думать об этом. В Татарстане не смогли штрафовать активиста за оскорбительный плакат в адрес Владимира Путина. Все произошло еще полгода назад в День Конституции и русской проституции. 12 декабря 2018 года неравнодушный гражданин России Василий Тарасов на трамвайном мосту в набережных Челнах вывесил плакат Путин Ваур. Если честно, то надо было еще жестче написать на этом транспаранте Путин У-Ло. Только вместо У еще добавить одну букву Х. Но Василий Тарасов, будущий культурным человеком, не стал писать матюки на своем плакате, а написал Путин Вор. Плакат висел и никому не мешал на мосту. Спустя полтора месяца молодого человека задержали сотрудники Центра Э. ФСБ Э означает Центр по борьбе с экстремизмом, которому, естественно, нужны были палки в отчеты за раскрытые дела. А что это за дела? Кого Кого привлекают к ответственности? Это всем силовикам как-то пофиг. Так вот, размещение плаката с надписью Путин Вор, сотрудники Центра И сошли нарушением того самого знаменитого закона об оскорблении власти. И уже в продажном татарском суде за нарушение закона Василя приговорили к штрафу в размере трех тысяч рублей. Вы будете смеяться, до размещения плаката Путин Вор всерьез взволновала Кремль. И даже сам, нет, не сам, но почти сам, Дмитрий, короче, доверенное лицо Путина Дмитрий Сергеевич Песков, верная пресс-секретутка президента прокомментировал эту ситуацию вокруг плаката на трамвайном мосту в набережных челнах с надписью Путин Вор. Вот он, как это прокомментировал. Внимание, плакат, размещенный на мосту набережных челнов, челнов, носит оскорбительный характер для Владимира Путина. Вы там в Кремле совсем, конец цитата, вы там в Кремле совсем охренели, вы бы еще комментировали надписи на заборах и на асфальтах. Ох мельчает, ох мельчает высшая власть в России. Ну, не даром, что у нее реальный рейтинг 30%, что каждый плакат каждого активиста вынужден комментировать пресс-секретутка президента. Песков назвал плакат Василия Тарасова совершенно оскорбительным для Кремля. Но на меке Песков не сказал, что плакат Путин вор это клевета и ложь. Он, все равно, сказал, что плакат Василия Тарасова это значит оскорбление власти. Василия привлекли именно за оскорбление власти, но не за клевету. Это означает, что фраза на его плакате Путин вор это чистая правда и даже с этим как ни парадоксально согласны в Кремле. Потому что иначе бы судили Василия Тарасова за клевету, а не за оскорбление власти. Василий не сдался и обжаловал приговор в высшем татарском суде. И случилось то, что никто не ожидал. 30 мая высший суд Татарстана оправдал Василия за его плакат Путин вор. А что это означает? А то, что Василий Тарасов стал первым человеком в России, которому в суде удалось доказать, что Путин вор. Дефакто. Вот это поворот. Вот такого Кремль точно не ожидал. Закон об оскорблении власти вышел для Кремля боком. Василий Тарасов из Набережных Челнов теперь новый неофициальный герой России. И вот видите, есть, оказывается, где-то честный суд. И он есть, как мы выяснили, в высшем татарском суде. Ну, или в республиканском. А где честный суд? Где перерублен сном телефонного права? Там и развитие города, и области, тире, республики. И действительно, в чем секрет развития Татарстана? Не в том, что там есть предприятие всем известное КАМАЗ, а в том, что там один из самых честных судов. Но я не беру там городские суды, типа там казанские суды, да я беру именно высший суд Татарстана. Так вот, высший суд республики действительно честен и объективен. По-другому я пока сказать не могу. И недаром население набережных Челнов прибывает в количестве, а не убывает в среднем на 533 тысячи человек в год. Вот как видите, как важен честный и объективный суд в республике, в области и в крае России. Плакат с надписью Путин вор Василя Тарасова провисел целых полтора месяца и никто его не содрал на трамвайном мосту. Значит, каждый или почти каждый житель набережных Челнов был согласен с надписью на плакате Путин вор и это константация факта привела жителей набережных Челнов к процветанию. То есть, что привело жителей набережных Челнов к процветанию? То, что они согласились со своим земляком, что Путин вор. И согласились они не так, типа, я такой, иду на работу, ой, я согласен, Путин вор. А согласились именно в юридическом смысле этого слова. Любопытно, что на информресурсах России плакат оскорбляющийся слов Пескова вождя нации освещался так Путин тире и звезды. И я думал, и я думал, неужели плакат Василя содержала мат, ведь звездочками обычно запикивают именно мат, но нет, запикали слово вор, как матное, то есть для Кремля слово Путин уйло, но вместо уйча надо быть хэ, не является чем-то оскорбительным. А вот надпись Путин вор, вор, вот именно слово Путин вор, вот это самая такая подщечина прям для Кремля, прям самое обидное слово, почему, потому что это высшая правда, то есть прокремлевские СМИ скрывают даже самую надпись на плакате, но вместо того, чтобы замолчать тему, и тогда бы я точно пропустил, они написали все-таки про эту историю, и я узнал про Василя, и про содержание его плаката, то есть даже замолчать, чему у пропагандистов таланта не хватило, суд, который встал на сторону Василя, в открытую пошел против поли Кремля, что это, Кремль все-таки одумался, или среди судей тоже зреет недовольство высшей власти, или судьи прекрасно знают, что Путин вор, и в них наконец-то заиграла совесть и справедливость, не знаю, но хочется в это верить, но хорошо, что Василя за плакат Путин вор, не расстреляли и не упекли за решетку на долгие края, значит, есть надежда на подлинную российскую демократию в отдельно взятой татарской республике и на справедливость в целом в России. Власть рассказали о последствиях взрывов в Держинске в результате взрывов на заводе по производству именно несколько взрывов по производству я наставил на этом, по производству тратила пострадали 70 детских садиков, 31 школа города, 84 человека поранено, ну, ранено, в Держинске, а также в соседних населенных пунктах Тыра, Жилино и лесной кордон вели режим чрезвычайной ситуации. Это уже второй взрыв за последние полгода на заводе Кристалл. В начале апреля в цеху по производству взрывчатки тоже был взрыв. Тогда все обошлось разрушением непосредственно цеха по производству взрывчатки. Но только не сейчас, когда пострадали люди, непричастные к заводу горожане и жителей Держинска. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье нарушения требований промышленной безопасности, хотя по факту данные нарушения уже имели место быть на этом заводе в апреле. Медленно работают следователи. Продукт заключается в том, что если больше следователей на один квадратный метр, то ЧП и уголовные дела будут рассматриваться дольше, как, например, в кристально ясном деле Кокорина и Мамаева, в котором суд и следователи не могли вынести приговор почти целый год. Что касается Держинска, то власти гордо сообщили, что химической радиационной угрозе города нет, а загрязняющие вещества находятся в пределах допустимого. Но как они это делали, я видел репортаж в 21 веке власти Держинска оповещали население города о том, что все спокойно не через местное ТВ, не через местное радио, не через интернет, не посылом смс-ок, а через машины рафики еще советского производства и их громкоговорители все как прям как в 1986 году на Чернобыльской атомной электростанции, а точнее в Припяти, только там наоборот, через громкоговорители говорили, что надо покинуть город, а в Держинске наоборот, надо говорили, говорили, что надо остаться через автомобильные громкоговорители. Как будто нету новейших средств связи. Власть ими это несколько трагедий не умеет пользоваться новейшими средствами связи, увы, создавая в буквальном смысле взрывоопасную ситуацию, то во время реального ЧП вас не присылают никаких смс, то наоборот, МЧСники присылают, а вот там завтрак градусал, а вот там градусал, ну и что, вы мне оповещаете только когда реальная жопа, а не когда там какой-то ураган где-то прошел. Ну и конечно, этот допотопный оборонительный завод Держинский, на котором каждые два месяца происходит ЧП, и еще раз там всем доказывают, что наша армия, наша власть для нас же граждан России в сотни раз опаснее, чем власть любой другой страны. Тут же и еще один нюанс, что случилось бы это на Украине, российские СМИ кричали, что украинские склады с оружием взорвались по причине скрытия воровства, а тут в Держинске молчок, зубы на ключок, и это видите ли не воровство, а нарушение техники безопасности, ага, сейчас, может быть и здесь посредством взрыва скрыли недосдачу боеприпасов, а? Хотя мы знаем, что предприниматели и даже директори заводов плюют на технику безопасности ради излечения прибыли. Тут, конечно, и это может быть. Вообще никогда не понимал, что в советское время, что сейчас, как вообще можно строить завод по производству взрывчатки де-факто в черте города, и ни у кого не возникала мысль о том, что может быть большой бум-бум-бум-бах, бум-бум-бум-бах в черте города. Это удивительно просто российские реалии. Ситуация с этим обранительным заводом, как в Дзержинске, резко ухудшилась, когда старые станки отсырели, новых нет, как нет российского айфона. А эти довольно опасные в прямом смысле заводы, как кристалл, находятся под контролем частных воротил и коррупционеров из Министерства обороны Российской Федерации, для которых главное деньги, а не безопасность. да уж, это ядреная взрывоопасная смесь, и страдают простые люди, которые к тому же платили деньги за вот такую безопасность, как в Дзержинске, когда в виде налогов, когда несколько хлопков и 84 жертвы. Россия вновь чуть не убила своих Грашин, но хорошо хоть никто не пострадал, ну в смысле не пострадали, но никто не был убит. А сейчас Роскомнадзор судит несколько людей, которые в социальной сети написали о том, что было несколько взрывов в Дзержинске, хотя вот на Рио Новости на официальном сайте тут ну довольно подробно расписано, что случилось. То есть вы понимаете, да? То есть пропагандистам можно писать о том, что происходит в Дзержинске, а простым людям нет. Что это означает? Значит простые люди, которые пишут в соцсетях, они действуют намного эффективнее, чем СМИ, чем вот эти пропагандистские СМИ типа Рио Новостей, и других. А конкурентов же надо давить. Вот и появляются всякие законы о фейк-ньюс, и Росковнадзор блокирует людей, кто там в ВКонтакте, в Одноклассниках пишет, чтобы было несколько взрывов, не один, а несколько взрывов три-четыре. Дальше идем. ФСБ потребовало ключи дошифрования переписок пользователей у Яндекса. Мы с вами такие же в России думаем, что за всем зорко следит ФСБ, что у них там на Лубянке самое современное оборудование, что чекисты могут взломать что угодно, когда угодно, и кому угодно. А тут фигак выясняется, что чекисты не могут даже взломать наш собственный Яндекс. Без помощи самого Яндекса ни хрена какие профессионалы в кавычках работают на Лубянке. Забавно то, что мне постоянно твердил Денис Николаев из Черках, что вот если ты сидишь в Яндексе, зарегистрируешься в Яндексе, пользуешься Яндексом, просто тобой наблюдают спецслужбы России. А тут выясняется ни хрена подобного. Но желание такое есть. Наследить и нагадить всем пользователям Яндекса. И ФСБ запросило ключи шифрования приложений Яндекса, Яндекс.Почта и Яндекс.Диск. Чекистов даже не смущают на сколько они опозорились, ибо какие-то левые рекламные кампании через своих хакеров могут отсылать письма спамы на почту Яндекса, причем не вслепую, а отдельную рекламу для отдельного пользователя, составленную на основе его предпочтений, а целая Федеральная служба безопасности не может взломать поисковые ящики Яндекса без помощи самого Яндекса. Это же куром на смех. Рекламщики в России действуют эффективнее, чем ФСБ. Лучше кисты тогда пишите заявление о профнепригодности и валите нахер из конторы. Так вот оказывается, Яндекс до сегодняшнего дня ФСБшниками не взламывался. А если взламывался, то неудачно, а иначе мы не требовали включить дошифрование переписок. Хотя все аналитики были уверены, что Яндекс работает на российских чекистов, а особенно в Украине, но оказалось, не тут-то было, по крайней мере, пока что. Более того, сам Яндекс пошел против ФСБ из двух соображений. Во-первых, если передать ключи дошифрования ФСБ, то где гарантия, что чекисты не подадут эти ключи кому-то третьему? конкуренту Яндекса, ну, например, Мейл.ру, или же сам Мейл.ру, имея от конторы ключи к Яндексу, этот Яндекс и прихлопнет его сервисы. Это первая причина того, что Яндекс не дает ключи от своей системы ФСБ, а вторая причина стоит в этих самых ключах дошифрования переписок. Эти самые ключи используются, а точнее вырабатывает сам пользователь, когда регистрируется на Яндексе. Ключ прекращает свое действие, когда зарегистрирующийся пользователь Яндекса закрывает вкладку Яндекс.Почта и не компания Яндекс, не даже сам пользователь этого поисковика не владеет ключом шифрования своих переписок. А я, кстати, считаю, что Яндекс лучше Google. Но об этом сейчас. Так вот, ни пользователей Яндекса, ни сам Яндекс не может сохранить ключ от своей переписки от сервисов Яндекс.Почта у себя. То есть это таким образом обеспечивается безопасность передачи данных в случае повторного входа пользователя в Яндекс.Диск им же самим и активируются новые ключи. Таким образом злоумышленник не может прочитать переписку людей и организаций в Яндексе, даже если он перехватил ключ до шифрования переписок. Враг попросту не сможет расшифровать в короткое время этот ключ и в этом идея самого ключа шифрования Яндекса. Это довольно умно. Только проблема состоит в том, что враг находится злоумышленник не где-то за океаном, а у себя по адресу Лубянковская площадь Москва и этот враг ФСБ требует от Яндекса того, что он попросту не может дать. Даже если бы он чисто физический, Яндекс мог хранить ключи к перепискам своих пунктов у себя на серверах, он все равно бы не дал их ФСБ, а ФСБ требует от Яндекса дать того, чего у них нет. Потому что вот когда был захват страны ФСБ Евросети, то никакой Евросети в России не стало. То есть, если даже ФСБ будет управлять Яндексом и получит все ключи к перепискам пользователей Яндекса, несмотря на все возражения компании, то Яндекс прикажет долго жить. По примеру Евросети, по примеру сотовой компании СМАРТС и других таких проектов. Да, если ты не исполнишь требования ФСБ, тебя могут русском позоровцы заблокировать, как Телеграмм, но все равно ты хоть как-то нелегально из-под полы семейной паутины сможешь работать, а если согласишься на все тремени ФСБ, то тебя твою фирму уничтожат и не обязательно конторско-комитетские люди, а третьи лица, конкуренты Яндекса, которые через ФСБ получат все ключи и коды доступа к серверам Яндекса. Примеры такие уже были. Ну, и по такому же принципу, то есть по принципу ключей шифрования, по принципу того, что они обновляются при каждом входе кого-либо в систему, построен и наша отечественная соцсети, ВКонтакте и Одноклассники. И у них тоже в какой-то момент по абсолютно надуманному и людоедскому закону Яровой может ФСБ потребовать того, чего у них нет, включить дошифрование к перепискам и как следствие блокировать. То есть создается парадокс, наша же спецслужба, наша же федеральная служба безопасности Российской Федерации гробит наши же социальные сети, а ФСБ и Твиттер будут работать. Яндекс, ни в коем случае не соглашайся на требования чекистов, борись до конца, как Павел Дуров с Телеграммом. Команда Зеленского готовит стратегию по возвращению Крыма. Наконец-то! Что думали расисты? Тихо, мирно отстегитесь на этом загнивающем полуострове, но не тут-то было, чтобы максимально короткие сроки и с наименьшими потерями вернуть Крым президент Украины обсудит, да уже обсудил свою антироссийскую прозападную стратегию с членами НАТО и ЕС. Как сказал его предсекретарь Юлия Мендель, администрация президента Украины хочет быть максимально прозрачной и открытой в отличие от администрации Кремля. И да, четкий сигнал Москве Крым не ваш, а наш. Стратегия Зеленского стоит в том, чтобы раскрыть глаза крымчанам на то, в каком убугом государстве они сейчас живут. Ибо будем откровенны вернуть Крым военным путем Украины навряд ли получится. А это означает, надо убежать людей в том, что они сделали неправильный выбор в 2014 году убежать не силой, а словом и силой мысли. Несмотря на то, что стратегия Зеленского еще подлежит обсуждению в Брюсселе и корректировки она уже начала реализоваться в полный рост. И успех сериала Чернобыль от HBO тому подтверждение знают доподлинно с эхо Москвы, что когда представители власти России смотрят этот сериал, им становится стыдно. Хотя казалось бы сериал не про Крым и вообще не про современную Российскую Федерацию, а про СССР. За что стыдно-то? А за то, что в сериале показали не плюкву, а правду матку про советскую власть, а значит и про реваншистскую Россию сегодняшнего дня, мечтающей вернуть СССР и мечтающей силой в этот обновленный СССР вернуть Украину. Там в этом западном сериале Чернобыль от HBO рассказывается, как операторы ЧСЖ жали кнопку АЗС-5, кнопку аварийного отключения реактора. Она не только не помогла, а наоборот лишь усугубила физическую реакцию атомов, для чего и был взрыв на четвертом энергоблоке. И вот за это, за то, за то, что операторы на Чернобыльской атомной электростанции работали с аварийным и ненадежным реактором, их кровавая ГБНЯ и судила не за свои ошибки, а за ошибки ЦК КПСС и Министерства атомной промышленности СССР. Академия, а там главный герой сериала Академик Легасов пытается что-то изменить в советской системе, чепно и спустя два года после аварии на ЧАЭС он совершает суицид. Почему? Потому что он писал, что реакторы БМК нуждаются в модернизации после Чернобыля, а его из партийцев никто не слушал. И это блестяще показано в сериале. В сериале не показано только то, что официально Легасов действительно совершил суицид, но там была петля как-то уж слишком профессионально завязана на его шее. И я очень сильно и там еще когда перед тем как он совершил суицид, он же там записал на 8 кассет реальные причины трагедии на Чернобыльской атомной электростанции. И вот несколько фрагментов были кем-то стерты. И вот я думаю, что его грохнули КГБ. Но жалко это в сериал не вошло. Но то, что в сериал вошло это западная техника конкретно из ГДР лучше даже чем советский луноход на дальше лучше западная техника и она не справляется с радиацией на ЧАЕС. Хотя власть тогдашняя советская говорит, что все нормально, но даже техника не справляется с радиацией. и туда нагоняются слов Легасова биороботов, то есть людей, чтобы они верной смертью погибли, но спасли Советский Союз от неминуемой гибели из-за радиационного выброса. Как жестоко начальник по ликвидации последствий Щербина сначала обходится с единственным человеком, который хоть что-то понимает в радиации в атомных реакторах с Легасовым, он обещает его выкинуть с вертолета и как сам Легасов в конце сериала в суде, где судят операторов атомной электростанции, говорит правду матку, что нас тех заставляли КГБ врать врать по поводу того, что у нас самые надежные реакторы, врать по поводу того, что у нас самая надежная система, врать, 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 его потом КГБисты уводят и говорят, что мы тебя снимаем со всех должностей, отправляем на пенсию, убивать сейчас тебя не имеет смысла, но после двух лет с одной аварией все-таки убили и вот в этого все крымчане захотели вернуться. Вот это вот сериал Чернобыль от ЭДЖБО раскрывает всю ущербность, всю суть российской террасоветской власти. Даже академики идут против советской системы и это никакая не клюква и никакая не правда. Все максимально там в данном сериале подробно. Джа или Гасова человека, который спасал тысячу жизней от смертельной радиации все-таки грохнули, но это уже в сериал не вошло. КГБисты, читай ФСБ, читай Путин. Вот как это понимается сейчас через призму времени. И вот у меня вопрос к крымчанам. Вы в эту Россию хотите, где построили мост, через какое-то время он рухнет, а вас же сделают виноватыми. Если не расстреляют, то упекут за решетку на долгие года, а потом тихо, мирно в своей квартире и придушат. Вот в эту рабскую блядскую Россию вы захотели в четырнадцатом году, а пусть у вас откроются ум, поднимутся веки и обратите взор на Кремль, там одни орки. Ну, для тех, кто понимает, кто видел много сериалов и понимает, о чем я. ведь в сериале Чернобыль от HBO показано, что из-за таких людей, как Путин, которые заставляли врать других людей, и случаются эти самые техногенные катастрофы, и что операторы хотят нажать кнопку отключения аварийного реактора, но эта кнопка лишь усугубливает ситуацию и кровавая гебня судит за то, что ты выполнял все их инструкции. Чернобыль от HBO это больше, чем сериал, это настоящее лекарство зомбированным госканалом россиянам и крымчанам, у которых, как сказали на НТВ, сложилось впечатление, что этот ЦРУ взорвало станцию, и будет у них об этом сериал. То есть американцы, очнитесь, очнитесь крымчане, американцы снимают фильм про техногенную катастрофу на Украине, а ублюдки россияне снимают фильм про то, что как агент ЦРУ проник на сверх защищенную атомную электростанцию и взорвал через то есть любая катастрофа, любая халатность, любой недосмотр или перегиб, все объясняется тем, что американцы виноваты и другие западники, а ведь страдают от этого сами люди и это показано в данном сериале и эта таблетка вам от неправильных решений в будущем и я надеюсь, что когда будет перереферендум в Крыму вы посмотрите этот сериал Чернобыль от HBO и сделаете вывод, что не надо идти на поводу российской власти и вот таких вот таблеток от российской пропаганды в рамках стратегии Зеленского будет все больше и больше и они будут крайне эффективными помимо антипропаганды России и всего советского в рамках стратегии Зеленского Леонид Кучма вновь назначен спецпредставителем Украины в Минске контактной группы по Донбассу он умеет убеждать вспомним хотя бы трагедию самолетом над Черным морем в 2001 году когда удалось убедить Путина что Украина не сбивала гражданский самолет Кучма человек старой закалки он под предлогом урегулирования конфликта будет деликатно и мягко но все таки отстаивать требовать от России возвращения Донбасса и Крыма а также дешевую нефть с газом я надеюсь Россия подастся и перефразия задорного вляпается в кучму в большую такую кучму с реальным дерьмом о чем собственно и сериал Чернобыль от HBO обязательно посмотрите который вышел в мир в рамках стратегии Зеленского и это все не мышкин тут как написано в рио новостях да это лучший сериал это лучший сериал а у нас только могут что и детективы снимать и то сомнительного качества ну вот все на этом у нас новости из петербургского экономического форма у нас не будет да почему потому что мне будет противно видеть как там Путин пусть он хочет что угодно там будет говорить но подпишет все таки акт обезоговорочной финансовой капитуляции китайской народной республики россии и вообще он будет там как всегда рассказывать какой-нибудь похабщину про запад и меня от этого тошнит что касается личных новостей то у нас в Самаре жара я кстати искупался в реке Волге но температура еще холодная и вам пока не рекомендую купаться в реке но еще очень много травы очень много комаров но вот я что заметил траву не косит то есть если раньше перед чемпионатом мира в Самаре проходили специальные уборщики которые электрические механические газонокосилки выкашивали траву но делали ее меньше то и сейчас такого нет потому что нет крупнейшего соревнования в Самаре и потому что не надо впаривать людям о том что у нас самый благоу благоу ухайный город вот так спасибо за внимание нет у нас есть еще минутка даже не знаю о чем поговорить ну наверное да про Петербургский экономический форум все таки мы поговорим ну что тут сказать вот съезжаются все бизнесмены на этот форум цены в Петербурге взлетают до небес на гостинице и какой эффект заводы строятся в массовом порядке по всей России иностранной нет завод Мерседес по моноскопе открыли для кого для обычных россиян которые получают зарплату 20 тысяч нет в чем эффективность этого петербургского экономического форума ни в чем и не дай вам там говорят больше о политике нежели чем о экономике хотя форум экономический и кстати говорят а власть шикарно позорится она приглашает модераторов но ведущих западных телеканалов с американских с британских и т.д. и т.п. а наших профессиональных журналистов то нет они есть но их не приглашают почему потому что у нас под профессиональной журналистикой понимается кривляющий и хомящий всем Соловьев а ненормальный ведущий который может задать нелезоблюдские вопросы Владимир Владимирович а как вам тяжело управлять странной вы знаете мне ничего не управлять странной а реальные вопросы типа почему не почему а вернее Майкл Калви сидит за то что он спонсировал Навального или же за другое преступление вот какие вопросы ждут и такие вопросы наши журналисты ни за что не зададут Путину потому что они давно продались в отличие от как раз таки Зеленского а вот на этом сейчас действительно все пока